Тверскую землю не раз вспоминали в ходе недавнего круглого стола в Государственной Думе. Тема обсуждения, фальсификация Катонской трагедии и ее роль в российско-польских отношениях напрямую связана с Медневским мемориалом, где, судя по табличкам, захоронено свыше 6 тысяч польских военнопленных. Экскурмация 1991 года, которая проводилась на территории мемориального комплекса Медная, обнаружила 243 человеческих останков. Никаких 6 тысяч речи не идет. Никаких больше экскурмаций там не производилось. Необходимо все эти факты учесть при изменении концепции двух мемориальных комплексов, в особенности мемориального комплекса Медная. По мнению Руслана Краснова, который работал заместителем директора Медновского мемориала с 2018 по 2022 годы, фальсификация истории нашего государства начинается уже при входе на территорию комплекса. Сам мемориал, а именно часть его польского военного кладбища, был создан польскими архитекторами, польскими скульпторами на польские деньги. И мы понимаем, что этот мемориал польского военного кладбища был создан в 90-е годы, и вся символика несет в себе конкретно антироссийские смыслы. И конкретно приведут пример на одном из символов, который расположен на территории нашего мемориального комплекса. Это крест сентябрьской кампании. Те, кто был у нас на мемориале, и те, кто приедет на мемориал. Вы, когда войдете на польское военное кладбище, перед вами сразу будут два символа. Крест сентябрьской кампании. Крест сентябрьской кампании возлагает вину за разрезание Второй мировой войны на нашу с вами страну. Там указано конкретное число. 17 сентября 1939 года. Я считаю, недопустимо, чтобы такие символы были на территории нашей страны. Надо что-то с этим делать. Необходимо пересматривать концепцию. Это кадры 2020 года, когда в Твери, создание медицинского университета, сняты две мемориальные доски в память о якобы расстрелянных здесь поляках. Напомним, прокуратура Центрального района Твери не обнаружила документы, подтверждающие, что поляков, заключенных из Осташковского спецлагеря, расстреливали именно в здании по улице Советская 4, как сказано на мемориальной доске. После того, как прокуратура признала незаконное установление таблички на здании Тверского медицинского университета, они были демонтированы. Благодаря Максиму Кормушкину табличка «Польская» не вообще канула куда-то реку, а она была передана нам, как общественной организации, для того, чтобы мы могли вернуть ее правообладателям. В свою очередь, Тверское отделение Российского фонда мира обратилось через спутник к польской общественности с предложением передать эту табличку. Однако, никакой заинтересованности с польской стороны в этом до настоящего времени высказано не было. Сославшись на демонтаж мемориальных досок в Твери доктор исторических наук, профессор Алексей Плотников предложил демонтировать польские мемориалы на территории Смоленской и Тверской областей, не имеющих на свое существование никаких законных оснований. Предлагается также выкоричивать памятники полякам. Я тоже за эту идею, но нужно сначала спросить поляков. Вот как получилось, Сергей Николаевич, с этой табличкой, они не желают с нами даже разговаривать. Они общаются только через общество, мемориал иностранного агента. Другие, как бы с людьми, вот с уважаемыми, простыми депутатами, они не хотят разговаривать. Они считают ниже своего достоинства разговаривать с русскими людьми, которые не продались им в виде этого мемориала. Сначала нужно спросить поляков, хотят ли эти памятники от нас видеть, чтобы они хотя бы начали с нами разговаривать. Выразили это желание, подтвердили научно-исторические факты того, кто и как и когда расстреливал. И только после этого мы можем с ними заводить речь о том, какие и как памятники могут быть им установлены. И еще один очень важный момент. В районе Медновского мемориала в годы Великой Отечественной войны располагались советские эвакогоспитали. Десятки солдат на этой земле умерли от ран. Но память наших отцов и дедов до сих пор не увековечена. Это несправедливо, когда уже 78 лет прошло после того, как страшная война закончилась, но мы до сих пор не имеем памятника на территории мемориала. И вдвойне непонятно, что финансирование этого мемориала происходит по линии Минкульта. Как это? Насколько это справедливо? И когда это закончится? Мы уже долго об этом говорим. Но память о наших воинах, которые скончались от ран. Там стояли три госпиталя и медицинский санитарный батальон. Почему до сих пор память о наших красноармейцах не увековечена? В работе круглого стола приняли участие представители Белоруссии. На братской земле есть своя катань. Мы один народ, у нас одно отечество и у нас общая история. А вопрос о фальсификации, геббельской фальсификации, которую после разгрома Третьего Риеха взял на себя Великобритания, а потом Соединенные Штаты Америки, у нас схожие ситуации. Это и Катынь, это Российская Федерация, это Куропаты. Как говорится, Катынь – младшая сестра Куропат, где цель западной пропаганды как раз стоит на том, чтобы разрушить наше внутреннее самосознание, о том, что мы народ освободили, что мы погасили европейскую чуму нацистскую, и это уже был второй поход Евросоюза на нас, первый был при Наполеоне. А в Республике Беларусь это то, что кровавая НКВД расстреливала белорусов и поляков, и что мы не русские, мы литвины, и оторвать нас от России. А все одинаковые эти ниточки ведут в те же самые места, и те же самые несостыковки, что в Катыне, что в Куропатах, они как бы налицо. Но самое страшное, что через гранты, через мягкую силу, через историков от политики это активно внедрялось, и, к сожалению, еще есть такие моменты, внедряется в голову молодежи, то, что мы такие плохие, то, что мы это совершили. Проводимая властями Республики Польши русофобская политика искажает историю Великой Отечественной войны, историю нашей победы. Именно поэтому сейчас, как никогда, важна консолидация научной среды общественников и политиков ради сохранения наследия России, ради будущего поколения.